Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление представителя американского регулятора Бостика в 12.30 по GMT. В 13.30 по GMT переключим внимание на макроэкономическую статистику, данные по американскому рынку недвижимости и первичные заявки на пособия по безработице. Оба отчета важны, тем более, что рынок недвижимости для нас уже давно один из основных индикаторов, где мы пытаемся оценить чувствительность сектора к текущему уровню ключевой процентной ставки и найти доказательства подтверждения того, что все-таки на экономику давит именно груз высокой стоимости заимствования. Что касается отчета по первичным заявкам, это еженедельная статистика по американскому рынку труда, но пока к ней придраться довольно-таки трудно, учитывая, что показатель количества обращений находится где-то в диапазоне 200-205 тысяч и что уж тут отрицать, это значение, которое указывает на прогрессию, опять же, в данном секторе американской экономики. 15.15 по GMT ждем выступления главы Европейского центрального банка Лагард. Это снова ее комментарии на форуме в Даосе, снова это будут комментарии, которые касаются европейской монетарной политики. Собственно, накануне, возможно, благодаря ее риторике, тому факту, что ЕЦБ в лице Лагард сомневается в целесообразности скорого смещения монетарной политики, евро смог удержаться на отметке 1.09, где, собственно, и котируются на данный момент. И еще сегодня мы ждем данные по запасам нефти США в 16.00 по GMT. Это отчет от администрации на политическую информацию. Обычную статистику мы с вами анализируем в среду, но из-за того, что в США в понедельник был выходной день, релизы смещены на сутки вперед. Поэтому эти данные будем разбирать сегодня. По порядку индекс доллара 103 пункта. Пока что движение выше не последовало и хорошо. Хотя ранее мы видели настоящий ралли доллара, который опирался в том числе и на выступление представителя американского регулятора Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход Федрезерва к началу отказа от жесткой монетарной политики и смягчения монетарной политики. По его, конечно же, словам и комментариям можно сделать вывод о том, что, да, инфляция уже давно миновала от своих пиковых уровней в Штатах. Но для того, чтобы принять решение по снижению ставки, нужно получить гораздо больше свете из того, что инфляционное давление остается в устойчивом нисходящем тренде. В конечном счете придет к цели в 2%. Реакция на комментарии Уоллера была действительно большая, потому что Уоллер один из авторитетнейших представителей американского регулятора и к его мнению прислушиваются. Но все-таки какой-то единой позиции среди представителей Федрезерва у нас нет, потому что каждый день кто-то выступает и если взвешивать, опять же, тех, кто поддерживает идею того, что ставку нужно сохранять высокую, и тех, кто считает, что нужно уже ее снижать, мы увидим некоторое подобие баланса, которое и несколько путает сейчас инвесторов и не дает им четко, точно понять, что же в конечном счете сделает американский регулятор. Не забывайте, что Goldman Sachs, их аналитический, опять же, отдел также уверен в том, что американский регулятор все же упадет на смягчение экономической политики и произойдет это уже в марте. По данным инструментов AdWords Tool вероятность снижения ставки в марте сейчас составляет 60%. Но сегодня, когда выйдут данные по рынку недвижимости и первичным заявкам, эта вероятность изменится. Надеюсь, что у нас будет повод завтра говорить о том, что она стала повыше. Данные, которые вышли в США вчера, данные по промышленному производству и роничным продажам. Статистика не разочаровала. И здесь, да, печально, конечно же, для продавцов, потому что нужно сейчас получить больше слабых данных, потому что именно слабые данные будут свидетельствовать о том, что экономика требует изменения монетарных условий и, соответственно, снижения ключевой процентной ставки. Будем анализировать последующие макроэкономические релизы. Золото. 2008 долларов за тройскую омсу. Я предлагаю внимательно смотреть на уровень такой психологической поддержки. 2000 и как поведет себя цена, если будет тестировать данную отметку. Внимательно смотрите на рыночный сантиметр, как он меняется. На данный момент считаю, что пока держится планка 2000, можно не рассматривать короткие позиции, тем более, что мы понимаем, золото может в любой момент отреагировать значительным ростом из-за событий на Ближнем Востоке. К тому же вчера вышел доклад Всемирного совета по золоту. Это, скажем так, анализ рынка золота за прошлый год, где в этот раз было очень много уделено внимания параметром ценообразования. И золото прошлый год закрыло очень неплохо вот этот календарный период. Фактически рост составил чуть больше 15 процентов. И основной вклад в восходящую динамику внес повышенный спрос со стороны центральных банков, который примерно вырос на эти 14-15 процентов, если сравнивать показатели 2023 года и 2022. Геополитик тоже внесла свой вклад, но влияние как бы геополитики, можно сказать, все было компенсировано высокими процентными ставками, которые давили на котировки золота. В этом году, по мнению аналитиков Всемирного совета по золоту, ситуация не изменится, а может стать даже еще более выгодной для золота, учитывая сохраняющийся глобальный тренд на дилеризацию мировой экономики, и учитывая все еще актуальные геополитические риски, которые будут способствовать спросу на золото. Британская валюта снова восстанавливается, идет довольно внушительная коррекция, можете посмотреть, например, 4-часовой таймфрейм, и эта коррекция стала следствием реакции трейдеров на выход данных по инфляции. Если в начале недели мы с вами анализировали данные по рынку труда, и этот отчет надавил на позиции фунта, потому что динамика роста заработной платы замедлилась, и участники рынка решили, что если так, то инфляция будет снижаться, и Банк Англии может согласовать смягчение монетарной политики раньше, чем ожидалось. Но вчерашний отчет по инфляции заставил их пересмотреть, как точку зрения, потому что инфляция в прошлом месяце выросла на 0,4%, годовой показатель прибавился с 3,9% до 4%, базовая инфляция осталась на очень высоком уровне, 5,1%, прогноз предполагал снижение, а в месячном выражении рост базовой инфляции вовсе состоял на 0,6%. Это максимум, скажем так, да, это точно первый рост за последние такой внушительный 9 месяцев, и это статистика, которая доказывает то, что Банк Англии не стоит в текущих условиях менять свой курс, который был взят на продолжительное удержание ставки на высоком уровне. И по рыночным настроениям сейчас видно то, что участники рынка теперь полагают, что если и будет смягчение, то оно последует только лишь в конце этого года, а не в середине второго квартала, как полагали до этого. В общем, я оптимист по фунту и думаю, что британская валюта все-таки окажется еще выше в ближайшей торговой сессии. Пара евро-доллара 1,09%, данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен вырос с 2,4% до 2,9%, снова вспоминаем еще комментарии представителей Европейского Центрального Банка и самой Лагард касательно инфляции, и тоже, в принципе, приходим к тому же выводу, что и в отношении британца. Высокая инфляция будет, ограничивать возможности европейского регулятора и Банка Англии по смягчению экономической политики, поэтому приоритеты остаются длинные позиции. Доллар-канадец на фоне потенциала снижения цен на нефть, учитывая последние отчеты по инфляции из канадской экономики, ждем развития дальнейшего роста текущей котировки 1,35. Доллар-гена здесь цель очередную достигли, 148, сейчас котировки 147,90. Думаю, что при таком развитии трендовой динамики можем уйти и в район 149 и потенциально повыше. Давление на иену оказывает слабая статистика, очень плохой отчет по индексу доверия Танкан 6 пунктов, прогноз был 10 и прошлое значение 12 пунктов. Общий показатель промышленного производства снизился на 1,4% против роста в октябре на 5,3%. Самый важный релиз, очень важный для японской иены, это статистика по инфляции, которая выйдет на переходе, скажем так, или на стыке торговой сессии четверга и пятницы. Мы ожидаем снижения инфляции и это может убедить Банк Японии сохранить стимулирующую политику, в которой экономика, судя по релизам, явно нуждается. И рынок нефти 78 долларов за баррель. Я, опять же, сторонник коротких позиций. Вчера вышел отчет по запасам от Американского института нефти. Запасы выросли, что является логичным следствием, высоких показателей уровня нефтедобычи в Штатах. Сегодня ждем официальную статистику от администрации энергетической информации. Думаю, что и там тоже мы увидим цифры со знаком «плюс». Доклад ОПЕК вчера. Прогноз спроса остался на прежнем уровне, хотя я был уверен, что все-таки прогноз снизят. Ожидается, что в этом году спрос вырастет на 2,2 миллиона. Ну, в общем, нейтральная реакция рынка на этот релиз. Но до этого был негатив в виде слабой статистики по темпам экономического роста Китая. И, как я уже отметил, сантимент сейчас зашкаливает, указывает на то, что толпа находится в длинных позициях. В общем, ожидаем развития нисходящей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!